Владимир Путин расширяет круг друзей. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Раньше он приписывал себе в союзники только Беларусь. Россия и Беларусь тесно связаны между собой экономически, традиционно. Сирию. Сирия дружественная для нас страна. И Северную Корею. Больше никто не хотел пожимать ему руку, тем более после вторжения в Украину. Да врут все время, вот поэтому тень на плетень наводит. Но вот на днях все резко поменялось, и список друзей Путина вырос втрое. Его пополнили сразу же 9 государств из трех континентов. И это не мы сказали, а лично Путин. Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Это пафосное заявление кремлевский тиран сделал позавчера на открытии форума «Армия-2022». Объявляю международный военно-технический форум «Армия-2022» и международные армейские игры открытыми. Там Путин словно хвастался псевдоуспехами армии оккупантов на войне в Украине. И сегодня, в ходе специальной военной операции, наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг. Сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи. Шаг за шагом освобождают землю Донбасса. А потом перед огромной публикой засыпал своих новых друзей комплиментами. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития. Он клялся им в любви. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. И восхищался их внешней политикой. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Но вот в итоге Путин постеснялся озвучить названия этих дружных для России государств. Или же банально не смог их произнести. Спасибо. А в конце концов карты раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу. Добрый день. Приступаем к работе в соответствии с решением верховного главнокомандующего с 24 февраля. Он смог озвучить тот самый список новых российских друзей. И после этого стало понятно, почему Путин не захотел сам этого сделать. В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружеских нам государств. Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской республики. Только три страны из этого списка более-менее известны. Южноафриканскую республику знают по большей мере из-за Нельсона Манделлы. Камерун из-за футбола. Но Эфиопия славится своими легкоатлетами. Все. Хоть какую-то информацию о других новых союзниках Путина нужно искать в интернете. И то не факт, что получится. Настолько это малоизвестные и малоразвитые страны. Тем не менее, именно с этими странами Путин собрался строить глобальную безопасность. И уже наметил для своей бригады общего врага. США и их васалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенной государства. Перед своими новыми друзьями Путин называет Америку гегемоном. Это что-то новое. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию. И обещают поддерживать международную безопасность, которую сами разваливает. Вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые. Как будут развиваться дружеские отношения между Россией и африканскими странами, трудно предугадать. Но наверняка можно сказать одно – зимой в Украину они воевать не приедут точно.